Друзья, я сегодня нахожусь рядом с Татьяной Батовой. Это лаборатория архитического дизайна. И мы хотим поговорить о интересном достаточно проекте, который называется «Рыбий мех» или как там? Да, «Рыбий мех» называется, хотя вроде как у рыбы нет меха. Почему такое название? «Рыбий мех» – это потому что сразу хотелось какое-то яркое запоминающееся название. А мы помним, что «Рыбий мех» – это шубка на севере про вещи, которые не греют. И поэтому такое словосочетание, мне показалось, оно будет очень хорошо заходить как теги, хорошо заходить как название, яркое запоминающееся. Я так понял, что вы совместно с проектным офисом развития Арктики, совместно с другими вашими партнерами создали некий уникальный продукт. Или это продукт, в общем-то, и не уникальный для севера? Так, продукт это скорее вот на данный момент, когда мы его производили, это продукт уникальный для севера. Почему? Потому что он использует ресурс местный, потому что в принципе сумки из кожи рыб шили, вот и шьют, я знаю, что есть другие люди, которые шьют портмоне, сумочки и так далее, но именно из местного материала никто не работал с ним. Причин много. То есть, смотрите, все, что я здесь вижу на столе, это вот такой вот рюкзачок. Отличный, да? Ну, какая-то сумочка такая небольшая, браслеты, украшения. Это все сделано из кожи рыбы. Из кожи рыбы местной, что очень важно. А какая это рыба, давайте, это треска? Это треска. Все, что вы видите, здесь треска, да. И, ну, насколько я помню, треска, она другого цвета. Как получается такой цвет? И сколько вообще кожа рыб, она устойчива к повреждениям, натяжениям, вот это все? Как это? Неужели это, это вот кусок рыбьей кожи? Да, это кусок рыбьей кожи. Из каких-либо добавок? Конечно, с добавками. Во-первых, это кожа хромового дубления. А что это? Есть растительное дубление, дубление натуральное, есть хромовое дубление. Это хромовое дубление, честно говоря, в такие, в частности, вдаваться не смогу, потому что не обладают технологией. Мы покупаем уже готовые образцы у компании Nordwest, которая, собственно говоря, и окрашивает эту кожу в различные цвета. И вот если здесь вы видите, посмотрите поближе потом, да, то вы видите, что это все разные цвета. Поэтому у компании мы закупали уже готовый цвет. То есть мы выбирали заготовые палитры и уже использовали ее в продукции. Так, и самая, там, не знаю, объемная вещь, которую создавали из кожи рыбы, это что было? Вот этот рюкзак, наверное, самый большой, да. Самый большой. А насколько он износостойкий, удобный к эксплуатации, там, не знаю, не имеет никаких неприятных запахов, можно быть. Хорошо, вот это хороший вопрос, потому что я как раз-таки, вы второй вопрос, да, задавали по поводу его свойств кожи рыбы. У него отличнейшее свойство, например, у него гиграфобность, то есть он не пропускает воду. Ну, мы это проверяли уже на собственных экспериментах. У него очень хорошая устойчивость на разрыв, то есть его практически невозможно порвать кожу рыб, практически невозможно порвать. А можно и попробовать это сделать? Можно вытянуть. То есть вы, когда попытаетесь порвать, ее можно вытянуть, то есть она потеряет какую-то эластичность. То есть вот вы ее видите, да, чуть-чуть, и то и не факт, не во всех местах. И возможно, вернется обратно. Потому что не вернется назад, но вот эта хвостовая часть у нас достаточно плотная. Ну, как бы она может деформироваться чуть-чуть, но не порвется. И поэтому эта кожа тоже очень интересна. Ну и плюсом мы, почему, собственно говоря, с ней начали работать, но только поэтому, потому что она имеет очень интересную фактуру. Мне очень нравятся фактурные вещи, собственно говоря, вот на этой сумке, и видно, что здесь разные сочетания фактур. Вот шероховатое, красное и гладкая кожа коровы, тоже хромовое дубление химическое. То есть получается такой ассибиоз, да, как бы животного и рыбного царства, да. То есть коровье, там, рыбное царство. А вот скажите, пожалуйста, вот я вижу кусочек рыбьей кожи, вот он, да, получается. Это максимальный кусочек, который возможно получить от производителя? Из трески, да. Из трески, да. Из трески наших пород, да. То есть больше его не бывает, праздник? Да, но я не видела больше, может быть, чуть-чуть побольше, но это максимально. И плюс я хотела даже все-таки тоже обозначить момент еще, который нас смутил, почему мы использовали все-таки в большей степени в деталях, либо в маленькой продукции, потому что стоимость очень высокая. Для сравнения, наверное, один дециметр, ну, то есть, да, чуть больше 10 сантиметров, по-моему, 10 сантиметров кожи рыб стоит 100 рублей. Так. И один дециметр коровьей кожи 25 рублей. Ну, это связано с тем, что коровья кожа, она, ее больше сетей не просит? Еще больше по размеру, да, и, как бы, сил больше затрачивается именно на производство кожи рыб. Ну, хорошо, а если вот давайте еще раз сравним, я потребитель, которому абсолютно, в принципе, все равно, из чего будет сделан мой рюкзачок, например, да, почему я должен сделать свой выбор в пользу кожи рыб? Или не должен сделать? Или на что я должен, как бы, смотреть? Понимаете, да? Я бы смотрела здесь, на самом деле, на эстетику больше. То есть, это интересное сочетание фактур. Для нас, прежде всего, это было интересно работать с этим материалом, потому что ни один материал больше не обладает такой фактурой кожи дракона. Ну, кстати, да. Да, или кожи рептилий, потому что это и дешевле в несколько раз, чем кожа рептилий, но выглядит при этом, как кожа рептилий. Слушайте, ребята, сумочка из кожи, как крокодила, как будто, да? Без проблем, пусть будут крокодилы. Или сумка матери дракона. Ну, да, мы когда делали эту сумку в том числе, да, мы думали об этом. Да? Слушай, вы сказали, у меня сразу ассоциации пошли. Совершенно верно. А вот если говорить о такой всемирной моде, да, дизайнер, который занимается там модными показами, они насколько часто обращают внимание на этот материал? Про дизайнеров мировых во глобальном смысле я не могу сказать, но я знаю, что они обращают на это внимание все больше по одной простой причине, в том числе и которая побудила нас делать эти эксперименты различные с дизайном, потому что это отбросы производства, а этот, значит, это экологичный продукт, да, то есть вместо того, чтобы просто выкидывать шкурки, которые гниют, их можно перерабатывать. Перерабатывают даже чешую рыб, и из них делают биоразлагаемый пластик, если я правильно помню. Но вот пока мы сосредоточились на самом материале вот этой кожи рыб. Условно экологично, потому что все-таки это химическое производство, поэтому если мы говорили бы про растительное производство, которое гораздо сложнее и больше этапов посадить, то это было бы прям экологично-экологично. Но вот мы до этого тоже пока не дошли, поэтому покупаем готовую шкурку. Так, а еще вот я обратил внимание, что эта сумочка, она напоминает мне некоторые сумочки местных северных народов, да, там, скажем так. Это, ну, такая задумка специальная или так получилось просто? Это задумка, потому что хотелось отразить не только специфический материал нашего региона, который говорит о регионе, потому что Мурманская область, и Мурманск это все-таки рыбный край в большей степени, да, ассоциация идет именно с портом, и при этом повторить какие-то культурные коды, которые присущи региону. То есть, в принципе, вот этот продукт является собой симбиоз ресурса и культурных кодов региона. Поэтому это очень важно. Ну, еще плюс надо отметить, что у нас же и поморская, как бы, да, есть история, и получается, что там помор – это рыба, там, дизайн сумки – это саамы, да, саами, там, не знаю, там, что еще, какие-то такие вот культурные вещи. Может быть, какая-то вышивка, может быть, да, или там рисунки дополнительные сделаны, созданы. Интересно. А вот вам лично, с чем больше нравится работать из той продукции, что вы сегодня мне представили? Я вижу, вот, да, что у нас такое, например? Это украшение на шее. На шее, там, браслеты есть. Ну, вот мне нравилось с этим работать, потому что это я сшила сама, и поэтому мне с этим очень было интересно работать. Как вы видите, тоже очень интересно здесь в том плане, что нет никакой обработки края вот здесь, да, и поэтому здесь выглядит такое грубовато, фактурно, и это все очень, очень атмосферно. Вот мне эта работа, она нравится, потому что она атмосферная, и это же поезд, который развивается как угодно, может, звезды. Это интересно. Существует, ну, реально, похоже на змею. Здесь змея, здесь крикодил, здесь дракон, здесь тоже дракон. Да, фактура, это очень важно. А вот когда вы работали с данным материалом, вообще начинает погружаться в тему, вы же изучали какие-то традиционные вещи, какие-то, может быть, наследие других авторов или художников, и вот что говорится о том, как кожа рыбы у нас на севере использовалась вообще? У нас на севере она использовалась, из них шили и поморы, и сами, насколько я знаю, сами шили сумки, по крайней мере, я видела эти сумки в интернете, сразу, да, не в музеях, но в интернете я их видела. И есть поморов, если не ошибаюсь, у них были обувь и перчатки, с которыми они ходили, собственно говоря, в море. И насколько я копала источники, это не совсем, скажем так, это не в них зародилось, а скорее пельнили, потому что есть народность Никхи, которые жили вообще рекой, и есть даже очень потрясающая книга, по-моему, «Слюбаясь, путь рыбы», вроде так называется, или «Путь рыбьи кожи», где описывается вообще полностью вся технология, как производили рыбьи кожи, что из нее готовили, даже из рыбьи кожи можно что-то готовить, даже блюдо какое-то, по ценам. Если что, поморы ваят рыбу с рыбьей чешуей, не счищая ее, потому что в момент варки она просто растворяется в определенный момент. Я бы не знаю, возможно, не пробовала тоже. А это головной убор? Нет, нет, это на собачку. Но вообще это катушка, я не знаю, как это правильно называется, для катушки, для хранения катушек. Вы хотите сделать что-то функциональное. Это вот когда при рыбалке на хвост, например, нужно катушку засовываешь, закрываешь, и таким образом гиграфобные свойства кожи и рыбы раскрываются в большей степени, нежели вот в этих изделиях, которые больше для эстетики. Слушай, ну интересно, интересно, что это продукт, это необычно. Но и для развития данного направления у нас в регионе чего не хватает? Наверное, не хватает стабильного поставки сырья. Это с одной стороны. С другой стороны, вот одна из задач, которая была поставлена мной в проекте, во-первых, попробовать раскрыть в изделиях эстетическую сторону рыбикой же. Во-вторых, было написано методическое пособие по работе с рыбикой. Кроме-то, оно доступно, оно бесплатно в электронном виде. Конечно, потому что это была задача. Да. Задача, и вот как раз эта задача, она вставилась для чего? Для того, чтобы мастера, которые работают на Бурманской области или в соседних регионах, они не боялись работать с кожей рыбки. То есть я вот в течение года, после того, как проект был реализован, и в процессе, я ездила по региону Карелия, если не ошибаюсь, в Архангельской области была, где рассказывала материалы, давала образцы, чтобы люди могли понюхать их, понять, что это не пахнет рыбой, что это красиво. Потому что, в принципе, задача была, какова? Ресурс есть, давайте производить больше. Для того, чтобы больше производить, нужно, чтобы был спрос. А чем больше производим, тем меньше стоимость ресурсов. Конечно. Вот такая вот цепочка. Татьяна, а неужели вы одна весь этот проект потянули? Ни в коем случае. У меня была прекрасная Александра Дзюба, которая помогала мне шить, в чьей мастерской мы работали, чей опыт пригодился на все 100%. Без нее точно ничего бы было. Она толк, то есть она функцию? Она выполняла функцию мастера по работе с кожей и плюс дизайнера. То есть мы вместе с ней работали. Так как у меня нет опыта в пошиве ничего, кроме штопы не носков, поэтому она мне помогала именно в плане технологии. То есть вы разрабатывали некий вид продукции, рисовали его, или хочу примерно так. Абсолютно так. Да, реализуем, но и поехали. Например, вот этот рюкзак, прежде чем быть сшитым из кожи, он сначала шился из бумаги, он клеился из бумаги целиком и полностью, только потом уже подбиралась из цвета, из этого гамма, какие-то детали, замочки, и только потом уже все шилось. А Александра вообще как ее верит относительно материала? Что она сказала? Она сказала, что очень интересно с ним работать, и она продолжит с ним работать. И мы, собственно говоря, я думаю, что продолжим с ним работать, с этим материалом. Вот, стало время такое. Я надеюсь, что те люди, которые нас посмотрят, занимаются дизайном, пошивом одежды, каких-то вот таких элементов, обратят внимание на этот материал, который действительно интересен, необычный, фактурный, и наш местный ресурс. Это может быть действительно такой, знаете, визитной карточкой региона, когда приезжаешь сюда, уезжаешь с рюкзаком, уезжаешь с сумкой, уезжаешь с браслетом, который сделан на рыбьем меху, так назовем, так можно так и назвать, на рыбьем меху. И, в общем-то, чтобы люди этим тоже пользовались. Спасибо вам, Татьяна, за такой интересный проект, за то, что вы им занимаетесь, и надеюсь, что он будет дальше развиваться в том числе. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.